Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу с вами немножко поговорить про YouTube и про закрытие канала на YouTube. И вообще, для чего нам нужен YouTube-канал. Если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной до конца. Я уже два года на YouTube. За эти два года на меня подписалось и 3000 человек. За что я благодарна вам за то, что вы просматриваете мои видео и подписываетесь на мой канал. Для кого-то, конечно, 3000 это очень маленькая сумма. Но для меня лично это большой прорыв в росте моего канала. Я хотела бы немножко поговорить про закрытие канала на YouTube. Я думаю, что у каждого человека бывают такие дни, когда просто отпускаются руки. И вы потом начинаете думать, ой, да зачем мне это вообще все надо? То, что, особенно если вы приходите на YouTube, вы сразу хотите каких-то больших просмотров, миллион каких-то интересных комментариев, очень много лайков. Вы хотите видеть активность аудитории, а ее просто нет. И такие каналы, они очень быстро сдуваются, если нет никакой активности и никакого дохода, никакой радости от YouTube. Я знаю очень много таких каналов, которые, знаете, вот так вот шли в гору, в гору, в гору, и потом они просто... И просто этот канал перестает работать, потому что авторы каналов перестают снимать какие-то интересные ролики. Либо же, когда вы снимаете, 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 потом хобот, опять остановились и начинаете потом уже снимать через 2 месяца, через 3 месяца, потом через полгода. Если вы думаете, что если вы закинете видео 1 раз в месяц, либо 1 раз в полгода, и YouTube вам что-то даст, то вы глубоко ошибки. Если вы не поддерживаете активность на вашем канале, то канал просто падает, и YouTube его не продвигает, не рекомендует, и нету никаких просмотров. Вы знаете, мне очень нравится канал одной девушки, ее зовут Леся Шапель, но к моему большому сожалению, то, что она просто перестала работать сейчас, она имеет на своем канале 33 тысячи подписчиков, когда я лично на нее подписалась. Сейчас у нее уже около 40 тысяч подписчиков, но я думаю, что люди в основном подписываются за счет старых ее видео, которые выстрелили. Сейчас она редко снимает видео, нет, нет, закидывает, и потом она опять куда-то исчезает, пропадает. Поэтому такие видео уже не набирают больших просмотров, и аудитория просто забывает про этот канал и про этого автора. Поэтому нужно работать еженедельно, хотя бы 1 раз в неделю, но выкладывается. Нужно понимать, зачем вы идете на YouTube, для чего вы идете на YouTube. Признаюсь честно, что у меня очень часто тоже бывали такие ситуации, когда у меня опускаются руки, и мне вообще не хочется снимать видео. Но потом я задаю себе вопрос, а зачем ты тогда вообще начинала, и зачем ты все это делала? Потому что, когда я только открывала свой YouTube канал, я очень много работала, я снимала по 3-4 видео в неделю, и очень много времени было потрачено на это, и чтобы подписчики были, тоже прилагала какие-то определенные усилия. Но я прекрасно понимаю, зачем я на YouTube и чего я хочу добиться. Просто хочу вам привести сейчас несколько примеров, которые, возможно, вас вдохновят, и вы поймете вообще, для чего люди снимают видео и вкладывают, и работают на YouTube. Так как я сейчас проживаю в Тунисе, в городе Сфакси, я знаю каких-то успешных блогеров с этого города. А именно, был обычный мальчик, который снимал вот так вот в обычной комнате свои видео. И вы знаете, настолько он был интересен, то, что канал такой известный, как BBC, я думаю, что вы многие знаете этот канал, они пригласили его сотрудничать. И именно BBC канал с арабской такой подструктурой, и сейчас этот человек, который жил вот здесь, в городе Сфакси, где я проживаю на данный момент, он уехал в Ливан, и в Ливане он работает, и достаточно стал известным человеком. Также приведу еще один пример с Туниса, когда молодой парень, он просто снимает какие-то комедийные, юмористические ролики на YouTube. Он благодаря YouTube стал раскручиваться, раскручиваться. Его точно так же заметили, точно так же его пригласили сейчас работать на телевидении. У этого молодого парня есть две сестренки, и он этих двух сестренок отправил учиться в Канаду. Он сам оплачивает им обучение. Я думаю, что вы представляете, сколько стоит учеба и вообще проживание в Канаде, то, что это большие деньги. И он говорит то, что я плачу за своих сестренок с дохода от YouTube. Также я хотела бы немножко рассказать вам про девушку из Казахстана. Ее зовут Женя Гейн. Я знакома с ней лично, она мне безумно очень сильно нравится, она очень классная, она очень яркая. И вот эта девушка из маленького поселка перебралась жить в Алма-Ату. И в Алма-Ате она точно так же начала снимать свои видеоролики. Они у нее выстрелили. Она очень хорошие просмотры набирала на нашем казахстанском и российском YouTube. И очень-очень много фирм с России приглашали Женю к сотрудничеству. И мы надеемся, что вы знаете все такую большую косметическую компанию NYX. Она была лицом этой компании. Также они отправляли ее в Эмит. Также очень много косметики они присылали на обзоры Жени. И вообще очень много всего Женя добилась благодаря YouTube. И конечно же хотелось бы опять вернуться к каналу Леси Шапель, про который я вам уже говорила. Леса в одном из своих видео говорила, что на просторах YouTube нашли ее видео. И к ней из Америки написали. И сказали то, что мы вот хотим создать вот такую вот книгу по курсу Fashion Illustration. И если вам интересно, могли бы вы с нами сотрудничать и нарисовать, давайте пару эскизов для нашей книги. Конечно же Леся согласилась, и она нарисовала пошаговый этап прорисовки эскизов. И вот смотрите, девочка с России оказалась одним из соавторов вот такой вот интересной книги про Fashion Illustration. На ее канале вы можете посмотреть обзор этой книги и посмотреть эскизы, как она порисовала. В общем, к чему я все это говорю? Я говорю это к тому, что YouTube это та платформа для творческого человека, где вы можете развиваться и просто со временем YouTube окрылит вас. Просто нужно работать, просто нужно добиваться, нужно не сидеть на месте, нужно вот интересоваться какими-то трендовыми видео. В общем, все это позволит расти вашему каналу и иметь какой-то хороший доход с этого YouTube канала. И также немножко бы хотела сказать то, что насколько бы у меня бы не отпускали забороки, я вижу свою цель, я иду к своей цели. Я возлагаю очень большие надежды на YouTube, потому что мне очень нравится эта интернет-платформа для креативных людей. И мне, знаете, я настолько общительный человек, что мне хочется общаться, и мне хочется делиться с теми знаниями, которые я знаю. Надеюсь, что мой канал будет расти. Он точно так же будет приносить мне какой-то своеобразный доход. И то, что все мои надежды и планы на YouTube когда-то в один день осуществляются. Поэтому, если у вас тоже есть YouTube канал, то вы его не забрасываете, вы его развиваете. Ни в коем случае не закрывайте свой YouTube канал, потому что со временем вы что-то увидите и получите от него. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось. Если это так, то поддержите меня лайком, пишите мне ваши комментарии. Мне будет очень интересно, приятно вас почитать. Всем я вам желаю хорошего настроения и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok